Здравствуйте дорогие друзья! Предлагаю вам сегодня вместе со мной приготовить очень вкусные персики в сиропе. Для такого количества персиков, вот видите сколько у меня баночек, мне необходимо было 6 килограмм персиков и 1,5 килограмма сахара. Приступим! Персики необходимо помыть и разделить на две половиночки. Делается это все очень просто. Поворачивайте и все. Просушивать персики не надо, потому что мы их так и так сейчас будем варить в сиропе. Если персики жесткие, помогайте себе ножиком. Итак, все уже готово. Заливаем персики водой. У меня получилось две кастрюли, 6-литровая и 5-литровая. И ставим на огонь. В процессе варки с персиков, как с помидоров, горячей воды садит шкурка. Вы легко сможете снять и уже консервировать без нее. Пока наши персики кипятятся, можно помыть баночки и начать их стерилизовать. Баночки стерилизуются. Крышки тоже. Самое время добавлять сахар. Персики наши снова закипают. Дайте им покипеть еще минут 5 и можно закладывать в баночки. К сожалению, многие персики совсем дубовые. Даже шкурка с них практически не слезает. Хотя, когда покупала, они мне показались такими спелыми-спелыми. Видите, никак. Поварим еще немножко. Вот этот все. Что спелось персиков здесь тоже очень важно. Видите, тоже даже не снимется. Кстати, лайфхак. Поставьте себе стаканчик с холодной водой. Так вам будет проще. Сначала пальчики в холодную воду, а потом снимаете уже кожицу. Даже не заметите, что горячие. Итак, вот столько у нас получилось персиков. Есть даже пара баночек, для которых я даже не стала вынимать, снимать кожицу. Вот видите. Мне совсем попались в этот раз неудачные персики. Обычно кожица слезает уже в процессе варки. Я только шумовкой потом собираюсь с сиропа и разливаю сироп. Но в этот раз пришлось помучиться. В принципе, все готово. Заливаем сиропом и закрываем крышечками. Можно было, конечно, и сироп отдельно сварить. Чтобы он был прозрачный. Но мне и такой нравится. Тем более у нас сегодня простой, быстрый рецепт. Сегодня я расщедрилась. У меня осталось очень много сиропа. Но ничего страшного. Его можно разбавить водичкой и получится замечательный компот. Достаем из кипятка крышки и закрываем наши баночки. Мне еще понадобится полотенчика, чтобы потуже затянуть крышечки. Баночки перевернули кверху попками. Накрыли полотенчиком. И оставляем до полного остывания. Убирать на зиму я их буду уже завтра.